И снова здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжение первоапрельской подборки. Люди создания очень доверчивые и готовы поверить во что угодно, даже если это звучит как откровенная чушь. Многие из нас пользуются этим и устраивают друг на другом веселые розыгрыши, но ведь гораздо интереснее проводить розыгрыш в масштабах целой страны. Предлагаю вашему вниманию самые удачные и интересные первоапрельские шутки, которые ввели в заблуждение доверчивых граждан в разных странах мира. В 1962 году в Швеции был всего-навсего один телеканал, и вещал он исключительно в черно-белом формате. 1 апреля технический инженер телеканала господин Стэнсон появился в новостях и объявил о новой технологии, благодаря которой зрители смогут принимать цветной сигнал на своих старых черно-белых телевизорах. Все, что от них требовалось, это натянуть нейлоновый чулок на телеэкраны, что Стэнсон и сделал в эфире в качестве примера, как и тысячи людей у своих экранов вместе с ним. Но, чтобы изображение точно показалось цветным, голову нужно держать под определенным ракурсом. В итоге и сегодня можно найти шведов, которые помнят, как их бабушки-дедушки носились по магазинам в поисках нейлоновых чулок. Самым интересным является то, что настоящее регулярное цветное вещание появилось в Швеции в 1970 году, 1 апреля. В 1972 году нашли лохнецкое чудовище, причем не просто нашли, а вытащили на берег и даже исследовали. Виной всему стал сотрудник Йоршевского зоопарка, который решил повеселиться. Зная, что его коллеги отправляются в экспедицию к озеру Лох-Несс, он заранее скинул в воду тушу морского слона. Это такая разновидность уленей. Несколько дней назад умершего в зоопарке. Надо заметить, что морские слоны в этих местах не водятся, и народ их вообще почти никогда не видел, что сыграло немаловажную роль в шутке. Туша затем всплыла в 300 метрах от берега и сразу же надела фурор среди местного населения. Пока сотрудники зоопарка ее вылавливали, новость об этом разнеслась по всей Британии. То, что существо совсем не похоже на классическое изображение Лох-Нессского чудовища, никого не испугало. Наоборот, его сразу окрестили сыном Несси. Ученые достали его, погрузили в грузовик и направились к себе в зоопарк, чтобы исследовать. Но как только они уехали, местные смекнули, что просто так их достопримечательность забирать никто не сможет, и стали бить в колокола. Пришлось подключить полицию, которая в итоге остановила автомобиль и потребовала, чтобы находку тут же осмотрели местные специалисты. Пришлось вызвать даже видных ученых, которые тут же и раскрыли всем глаза. Это никакое не чудовище, а морской слон. Днем позже весельчак во всем сознался. Как видите, и так бывает. Но не расходимся, не расходимся. Впереди еще интереснее. Продолжение следует...